Не секрет, что BMX довольно дорогое занятие, и периодическая замена комплектующих может сильно ударить по твоему кошельку. В этом видео я расскажу о 5 простых способах, как можно сократить расходы на запчасти. Если не получается какой-то трюк, никогда не бросай велосипед со злости. Это верный способ покоцать педали, седло, погнуть рули или даже вилку. Также при возможности старайся не отпускать велосипед из рук при неудачной попытке трюка, чтобы он не упал на землю. Дурная голова ногам покоя не дает. Эта пословица отлично подходит их BMX. Если тебе скучно или нечего делать в дождливую погоду, это не повод лезть перебирать, к примеру, заднюю втулку. Особенно, если она новая и этого не требует. И тем более, если ты этого не умеешь. Все мы любим покупать обновки для своего любимого велосипеда и радоваться новенькому выносу или шатунам. Но стоит ли это делать, особенно если в этом нет смысла? Не поломалось – не меняй. А если поломалось, то, вероятно, это еще можно починить. И так мы переходим к четвертому пункту. Зачастую еще не все потеряно и запчасть можно отремонтировать. Но если у тебя руки не из того места, или ты не уверен в своих силах, ремонт необходимо производить у опытного веломеханика. В противном случае ты можешь сделать только хуже, а после останется только выкинуть детали на мусорник. Если ты скользишь, то пользуйся хабгардами и звездами с защитой. Это намного дешевле, чем покупать новые цепи, звезды, втулки, спицы, а потом еще собирать колеса. Спасибо за просмотр. Напиши в комментариях, какой способ экономии используешь ты, ну, кроме как не катать вообще. Спасибо за просмотр.